посмотрите что творится у меня на стройке и это прям буквально 50 метров от моего строительства это жесть мне позвонили сейчас ребята говорят подрывайся скорее там беда и я сейчас это вижу посмотрите что там творится блин это просто жесть вообще смотрите что творится мы прямо в эпицентр с вами прям хоть бы только до стройки не дошло это просто капец офигеть где пожарные-то переодеваемся быстро да нет дорогу то он не перед не должен перескутить елки елки все просто в хлам короче здорово лен Они же не отойдут уже Там они все, пожарка приехала Там еще этой же сипишки прожали Ничего ушло туда, в гору Далеко Такими порывами прям просто жесть Тут просто где-то прокошена была трава Было все хорошо, а где не прокошена, там беда Говорят, от реки все это началось И рвануло в нашу сторону Слушайте, как с места событий, блин И самое что поганое, мы не знаем, как с этим бороться, понимаете Это по сути на каждый год такая беда у нас В том году было попроще В этом году вот так обернулось Два очага горело с левого сначала Там успели остановить Потом справа начало гореть Это как-то надо законодательно решать Чтобы каждый своим участком прибирался И вот эти, например, поля, наверное, для сенокоса Чтобы просто официально разрешили сено собирать Просто жесть Может нам как-то опахиваться, Надежда Петровна, я уж не знаю Ну трактором, я не знаю, что тут Я тогда соседние участки все тогда испахаю просто В смысле, вы имеете в виду, где опахиваться? Я тогда вот соседние буду пахать все Вокруг меня Ну так а что мне ждать, пока я сгорю тут нафиг? Ну так а что? Ну-ка-то сейчас, еще 4 дня будет, вот такой жарный Ребята, чтобы вы понимали, масштаб трагедии Веселого, конечно, мало До нашего участка всего не дошло, можно сказать, 150 метров У нас сгорели елки Гордость, гордость нашего поселка, можно сказать, которую мы всегда считали Сейчас пожарка вам подъезжает Символично, но остался островок И вот он, всего лишь Все вокруг, все поля выгорели Просто капитально Вон сейчас огонь ушел, смотрите, вон в ту сторону Немножко похоже на поле боевых действий Жесть Ай, блин Все догорает, последнее сейчас Мне просто позвонили сегодня, говорят, дым с вашей стороны Я подорвался с работы моментально Ну вы видели первые кадры Прилетаю, тут такая шляпа Я считаю, здесь надо как-то на каком-то законодательном уровне, что ли, это все дело делать Чтобы, например, поля, которые просто не косятся, чтобы имели право выкашивать Кому они необходимы для сена и так далее За неубранные территории как-то штрафовать, которые люди просто бурелом Это сейчас как-то весело, еще пока дом пеноблочный, ничего не обложено А когда сделаешь винтфасад, когда это все пенополистиролом обошьешь, вот волнение-то будет А у многих ребят вон деревянные дома вообще стоят, представляете, какая вон баня деревянная стоит Горело в 100 метрах от деревянной бани Ну, вариант только один сказать, ребят, соблюдайте правила Пожарной безопасности Будьте внимательны на своих участках У меня не раз появлялось желание просто взять на территорию и сжечь траву Это так все просто и легко сжег У тебя новенькая зелененькая травочка выходит Две недели назад это у нас коснулось пожаром на той стороне поселка Когда туалет выгорел и сарай соседа Потому что ребята решили так же потушить Но пошло все в неконтролируемый пожар просто Не смогли остановить В конечном итоге сгорело три участка в плане травы И вот попало на соседний участок, где стоял дом, сарай и гараж Дом он был обложен минватой, он ничего не тронул А вот сарай и туалет дом не тронул, потому что он металлосайдингом обшитый А туалет с сараем погорели, прям хорошо Вот видно через дым прям, как там тоже огонь уже на той стороне идет Да, весело У меня-то вот она пороховая бочка Смотрите, соседний участок мой Вот он прям Ну надеюсь, сосед образумится, уберет всю эту беду Потому что это очень нехорошо Это прям опасно Ну а там все пошло в соседнее село Ладно, ребят, не совсем позитивный сегодня у нас ролик Но для кого-то может это станет поводом задуматься Каким-то небольшим уроком Короче, просто по ситуации, по факту так произошло И нам надо сделать из этого выводы Вот и все Вокруг все в дыму А я-то, ребята, специально подошел к этой елочке Помните вот это видео, как мы ее выкапывали? И почитайте комментарии под видео Как пишут очень многие люди о том, как кощунственно я выкопал ее в поле на этой свалке Сегодня эта свалка сгорела полностью вместе с этим полем А елку мы спасли И она прижилась Ну это так же просто, просто в тему видео Как и прижилась та елка, которая вон там в конце, видите? Смотрите, чтобы понятнее было, видите? Она дала свои побеги Но самое печальное то, что сегодня сгорело Вот на той нашей просеке, которую мы посадили три ряда Сгорело, наверное, метров 350-400 елок просто Посажены были с интервалом где-то, наверное, в полтора метра друг от друга Сами можете прикинуть, сколько корней просто полыхнули, как спички Честно скажу, не такое видео я хотел сегодня записать И не о том, я хотел сегодня с вами поговорить Пожарные все равно молодцы Хоть и приехали не совсем вовремя Но я считаю, они справились со своей задачей Сделали все достойно Местная администрация тоже очень хорошо отработала Пригнали трактор, который сделал несколько пахот, видели, да? Пропахал Потом еще JCB-шка Это одного из местных ребят, кто строит Приехал тоже Погрузчик, фронтальный погрузчик Боевые действия, да, какие-то? Просто капец Ладно, ребят, давайте до следующего видео Пока